SCP-3125 Одному удалось сбежать Объект номер SCP-3125 Класс объекта Кетер Особые условия содержания SCP-3125 содержится в камере содержания InfoGross 3125 На первом этаже в зоне 41 Эта камера содержания представляет собой кубойдную комнату 10х15х3 метра Облицованную свинцом, звукой и телепатической изоляцией Доступ осуществляется через систему шлюзов в одном из концов камеры Шлюз запрограммирован на допуск внутрикамеры не более одного человека за раз И блокируется во время пребывания в камере вплоть до его выхода Ни при каких обстоятельствах какая-либо пригодная для восприятия информация Не должна покидать камеру содержания Сюда относятся письменные и электронные записи Фотографии, аудио и видеозаписи Звуковые, электромагнитные, корпускулярные сигналы и пси-эмманации При выходе встроенная в шлюзовую камеру система продувки Очищает память посетителя На протяжении трех минут подавая в шлюзовую камеру газообразный амнезиак Один из руководителей отдела антимеметики должен посещать SCP-3125 каждые 6 недель, 42 дня, конец файла Объект номер SCP-3125, класса объекта Кетер Особые условия содержания На SCP-3125 распространяются действия обратных протоколов содержания Объект присутствует в реальности везде, кроме тех мест, которые специальным образом были избавлены от его влияния Внутреннее пространство камеры содержания InfoGross-3215 в зоне 41, где и находится данный документ Является единственным известным в мире местом, где удалось добиться подобного эффекта Эта камера содержания представляет собой кубоидную комнату 10х15х3 метра Облицованную свинцом, звукой и телепатической изоляцией Доступ осуществляется через систему шлюзов в одном из концов камеры Шлюз запрограммирован на допуск внутрь камеры не более одного человека за раз И блокируется во время его пребывания в камере вплоть до его выхода Ни при каких обстоятельствах какая-либо пригодная для восприятия информация Не должна покидать камеру содержания Сюда относятся письменные и электронные записи Фотографии, аудио, видеозаписи Звуковые, электромагнитные, корпускулярные сигналы и пси-эмманации При выходе встроенная в шлюзовую камеру система продувки очищает память посетителя На протяжении трех минут подавая в шлюзовую камеру газообразный амнезиак В базе данных фонда должен быть размещен альтернативный протокол содержания Который представляет только технические характеристики камеры содержания И указание для руководителей отдела антивиметики регулярно посещать камеру И не дает никакого описания аномалии Описание SCP-3125 является чрезвычайно большим Смотрите тета-фрактальную топологию в приложении 13 для подробностей Высокоагрессивным аномальным метастазирующим мемкомплексом Который происходит не из нашей реальности и на данный момент частично с ней пересекается SCP-3125 приспособлен к выживанию в информационной экологии Куда более агрессивной, чем наша Здесь под нашей подразумевается пространство человеческих идей Все идеи, которые есть у людей или которые они способны иметь биологически Поскольку в естественных условиях человек не встречался с идеями настолько же агрессивными, как SCP-3125 У человеческого разума нет против него каких-либо защитных эволюционных приспособлений Индивиды, пораженные SCP-3125, становятся не способны продумывать более слабые обычные идеи И вместо этого становятся полностью подчинены идее служения SCP-3125 и распространении его основных концептов Кроме того, несмотря на то, что внешний облик жертв никоим образом не меняется, они перестают узнаваться другими, как люди SCP-3125 пока еще не полностью присутствует в нашей реальности После своего появления, учитывая глубоко взаимосвязанную природу всех систем передачи человеческого знания Объекту понадобится не более чем 12 часов Возможно даже всего 4 часа, чтобы охватить, подчинить и заменить все человеческие мысли К этому моменту человечество, как и другие абстрактные концепты, такие как культура, общество, сообщество и семья перестанут существовать Подобный ход событий определяется как конец света класса МК Фонд обладает множеством проверенных техник для ограничения распространения подобных агрессивных комплексов идей Но все они оказываются невыполнимыми на практике ввиду наличия у SCP-3125 Автономной защиты пограничного слоя SCP-3125 Составление полной ментальной картины SCP-3125 и созерцание его истинной формы Приводит к тому, что SCP-3125 становится способен воспринимать созерцателя Затем он атакует созерцателя, убивая его Механизм атаки не ясен, но похоже, что он как минимум отчасти носит физический характер Атака также затрагивает сторонних лиц, чей образ мыслей и идей напоминает мысли и идеи воспринимающего Данное событие неизменно затрагивает всю исследовательскую группу созерцателя И часто близких членов его семьи, родителей и детей В конечном счете атака стирает из мира всю информацию как о SCP-3125, так и о самом факте атаки Данный эффект информационного онемения служит той же цели, что и обезболивающее воздействие слюны москитов при укусе Что позволяет SCP-3125 избегать обнаружения до своего полного воплощения Сотрудники фонда, узнавшие о SCP-3125, могут избежать его атаки, воспользовавшись амнистическими средствами, стирающими их знания об объекте Так или иначе, вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что наблюдать SCP-3125 и фиксировать факт его существования, письменно или даже мысленно Можно безопасно только внутри должным образом экранированной камеры содержания Вне подобной камеры содержания подлинное письменное описание SCP-3125 является смертельной инфоугрозой SCP-3125 можно успешно нейтрализовать при помощи машины, спроектированной покойным доктором Бартоломею Хьюзом под названием усилитель нереальности Однако, помимо того, что на ее создание требуются огромные ресурсы, эту машину невозможно сконструировать без понимания того, зачем она строится Из чего проистекает необходимость понимания SCP-3125, которое в свою очередь неизбежно окажется губительным для проекта Не существует известных способов, которые позволили бы уничтожить SCP-3125, используя только ресурсы в этом помещении История В связи с вышеназванным защитным механизмом, история наблюдений за SCP-3125 практически полностью отсутствует Например, неясно, как в точности данная камера содержания была построена И каким образом были установлены эти условия содержания В этой камере содержания за время многократных посещений исследователями фонда было накоплено множество информации Эта информация была занесена извне, в надежде на то, что она окажется полезной и оставлена здесь в соответствии с протоколами содержания Помимо этой записи в базе данных, читатель может обнаружить множество электронных копий базы данных фонда Различные хранилища информации с научными данными и обширный архив новостей Как и следовало ожидать, большая часть этой информации не относится к вопросу содержания SCP-3215 Несмотря на это, анализ, выполненный многочисленными посетителями, помог установить следующие факты Первое. Хотя SCP-3125 еще и не полностью существует в нашей реальности Его косвенные эффекты, предвестники его появления, например, SCP, SCP, SCP и SCP+, Легко могут быть обнаружены любой хорошо оснащенной исследовательской командой, специализирующейся в антимеметике Второе. Сегодня изучение меметики, по сравнению с пиковым периодом в этой научной области, находится далеко не в самом лучшем состоянии В середине 2008 года существовало более чем 400 организаций, занимающихся исследованиями, которые с высокой вероятностью должны были привести к открытию SCP-3125 Включая государственные и военные структуры, частные корпорации, независимые лаборатории, университетские научно-исследовательские проекты И некоторые примечательные объединения любителей Многие из них были связанными организациями, или же внутренними подразделениями связанных организаций Ни одна из этих групп более не существует, кроме отдела антимеметики фонда Третье. Практически никто в мире не осознает этот спад, и объяснений по поводу исчезновения вышеназванных групп по-прежнему не предвидится Простой акт дедукции подсказывает, что все эти группы в конечном счете открыли SCP-3125 и были им поглощены Так что такая судьба должна постигнуть любую компетентную группу исследователей в области антимеметики Живучесть отдела антимеметики фонда можно объяснить профессиональной тренировкой его специалистов И свободным доступом к надежным амнистическим препаратам Несмотря на это, отдел за последние годы тоже сильно сократился Со значительно более чем 4000 подтвержденных сотрудников в 2012 году До 125 сотрудников по состоянию на сентябрь 2015 года Данное число с высокой вероятностью может достигнуть нуля до конца 2015 года За этот же самый период физическое присутствие отдела в мире также сократилось С целой сети зон и меньших по размеру аванпостов На каждом континенте до одной этой зоны Зона 41 Так, главный офис отдела в зоне 167 исчез из коллективной памяти отдела И считается уничтоженным маскировочными приспособлениями SCP-3125 Приложение Дальнейший анализ доступных данных, в особенности архитектурных чертежей зоны 41 Говорит о существовании второй подобной камеры содержания в зоне 41 Сконструированный согласно тем же принципам Эта вторая камера была построена на глубине 210 метров под землей Она также экранирована от широкого спектра воздействия информационного характера Однако, ее объем более чем в тысячу раз больше, чем объем камеры содержания InfoGross 3125 Также имеется амнистический шлюз Достаточно большой, чтобы в него мог пройти погрузочный контейнер с ребром в 6 метров Информация, касающаяся даты постройки или предназначения S041-B30-000 В записях фонда отсутствует И считается, что она была стерта намеренно Сама камера неопределенно долгое время была и остается герметично запечатанной Вне зависимости от предполагаемого назначения S041-B30-000 Она, как и любая другая подобная камера, способна выступать в роли укрытия от SCP-3125 Приложение 2 А все остальное, я надеюсь, очевидно SCP-041-B30-000 изначально был построен, чтобы развернуть там долгосрочный проект По созданию усиления невероятностей хьюза Пока там шла работа, остальные вели неосознаваемую войну, чтобы выиграть там время Мы проигрывали, но проигрывали так медленно, как это только было возможным для человека Время, которое мы выиграли, теперь закончилось То, что никто до сих пор не распечатал S041-B30-000 является очень плохим знаком Нам больше некуда отступать И не осталось больше тел, которые можно было бы бросить в пасть SCP-3125, чтобы замедлить его Во здесь, готовы мы или нет? Я собираюсь отправиться в S041-B30-000 и воспользоваться машиной Я думаю, мне удастся вынести информацию через шлюз Я думаю, мне удастся попасть в подземный комплекс живой Это был план Он исказился в пересказе из-за множества случайных факторов Но я знаю, что это мой план Потому что я знаю себя Чем он еще может быть? Согласно стандартной процедуре, я должна буду рассказать тебе, что делать дальше Если это не сработает Это ключевой момент для асинхронного ведения исследований Но я и вообразить не могу, кем ты можешь оказаться Как же ты вообще выживешь? В твоем сценарии машины нет Хьюз исчез Я мертва Зона разрушена И как ты вообще сюда попал? Ты из фонда? Есть ли у тебя вообще разум? Можешь ли ты понять хоть одно написанное мною слово? Ты живешь в мире, который плавает в SCP-3125? Мы проиграли Я не могу помочь тому, кого не существует Мэрион Уиллер Глава отдела антимеметики 30 ноября 2015 года Приложение 3 Я нашел твое тело И я готов признать, что эта находка выбила у меня почву из-под ног Раньше я был знаком с кое с кем по имени Мэрион За то время, что мы были с ней знакомы Она показала себя как человек, который не стал бы так просто признавать свое поражение Как это сделала ты Но это было очень давно Я знаю, что лезу не в свое дело Но я боюсь, что ты упустила одну вещь Согласно свидетельствам, что у меня имеется Эта зона никогда не была единственной зоной отдела антимеметики Были и другие Но как мне представляется Все они стали практически полностью незаметны для большинства случайных зевак Разумеется, как и эта зона Но я полагаю, что они, как и этот отдел, до сих пор существуют Я думаю, что твой план работал намного дольше, чем ты считала И так как ты не могла запомнить, в чем он заключается Ты задействовала его больше, чем один раз Есть еще один подземный комплекс, который соответствует описанию С истирающими память шлюзами размером с грузовик и все такое С-1670016183 Зоны 167 уже, конечно же, не существует Потому что, скорее всего, ты пропустила ее Скорее всего, она уже разрушена Но и до нее отсюда наверняка чертовски долго топать Но все же, я думаю, это нечто большее, чем просто призрачная надежда Естественно, я тоже могу погибнуть во время этой безнадежной экспедиции Потому что с недавних пор мир стал напоминать фильм ужасов В любом случае, мне хочется верить Что любому, кто последует по моим стопам и прочтет эти строки Хватит ума придерживаться той же самой основной стратегии Все еще существующей, несмотря ни на что Адам Уиллер, Чужак, 4 мая 2017 Конец файла